МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинной регионы у студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь сегодня в выпуске. ДНЕПР-2016 ВЫНИКИ СУМЕСТНЫХ БЕЛАРУССКО-РАССИЙСКИХ ВУЧЕННЮ У МАТРЫЯЛЯ НАШИХ КОРРЭСПОНДЕНТОВ. ЯКИЕ МИНИФИЛЬМЫ МОЖНА БУДЕ ПАГЛЯДЦИТЬ У ВИРТУАЛЬНЫМ МУЗЕЕЕ, ЧТО СТВАРАЮТЬ САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ МОГИЛЯУЧАНИЯ. БЕЛАРУССКАЯ ВЁЗКА, ЕЕЕ ЖИХАРЫ, БЫТ И ПРИРОДА. ПАДАРУЖЖЕ У РЕАЛЬНЫСТЬ ПРАСТВОРЧАСТЬ ЛАРЫСЫ ЖУРАВОВИЧ. ЧАСОВЫ ПАВЕРАНЫ У СПРАВАХ КАРАЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДА У РЕСПУБЛЯЦЫЙ БЕЛАРУССЬ З ВИЗИТОМ У МАГИЛЕВСКОЙ ВОБЛАСТИ. ПЕРШИМ ПУНКТАМ ПРАГРАМЫ ПАВЛА ВАН ОСТВАЙНА СТАЛА НАВЕДВАНЯ ПРАДПРАЕМСТВА С ЧАСТКАЙ КАПІТАЛО НИДЕРЛАНДАУ У БАБРУЙСКО. ДАЛЕЙШЕЙ РАЗВІЦЁ ЭКОНОМИЧНЫХ АДНОСІНАУ АБМЕРКАВАЛІ ПАДЧАС СУСТРЕЧЫ СА СТАРШЫНЁЙ МАГИЛЕВСКАГА АБЛВЫКОНКАМА У ЛАДІМИРАМ ДАМАНІЮСКЕМ. НИДЕРЛАНДСКАГА КАПІТАЛУ. БАКИ ТАКСАМА РАЗГЛЕДЕЛИ ПЫТАНИЕ КУЛЬТУРНАГА УЗАЯМОДЕЯННЯ, КАЗАЛИ ПРАДМЕН ТУРИСТАМИ И СТУДЕНТАМИ. МЫ ОБСУДИЛИ ТЕМЫ, ГДЕ ЭКОНОМИКА БУДЕТ ПРИЯМЛЕМА, ТАКИЕ СФЕРЫ КАК ТУРИЗМ И АГРИКУЛЬТУРА. Между Могилёвскими университетами и университетами в Нидерландах пока что нет обменов, и он будет встречаться, посетит университет и встретит студентами и найдёт какие-то пути для контакта. Что приятно наблюдать в наших отношениях внешнеэкономических, это то, что и по итогам 2016 года наблюдался рост товарооборота. Он составил к уровню 2015 года порядка 113%. Если посмотреть на 4 месяца этого года, то он составляет 183. Усе задачи выконали поспехово. Такую оценку отримали суместная тактика специальная в учении Днепр-2017. У их примали удел понтонное подразделение 188-й гвардейской инженерной бригады Узбройных сил Беларуси и Узбройных сил Российской Федерации. Суместные в учении, которые ладились в районе населенного пункта Дашка у Камагилевского района, проходили с 13 по 15 червеня. И они проводились у два этапа. Первый – подрыхтовка до выконания задач по обсталеванию пероправ. Другий – по наведению наплывных мостов и утромании пероправ. Про Днепр войсковцы наладживают понтон грузоподъемностью 60 тонн. Далее диверсийная разведывальная группа противника вывозится строю одно звяно моста. Командир батальона примает решение обновить пероправу. С выкористанием резерва со складу понтонного парку Узбройных сил Российской Федерации. И задача поспехово выконана. За ходом в учении он назирал начальник Генерального штаба Узбройных сил, первый наместник министра обороны Республики Беларусь Олег Белаконев. И он угодно оценил подрыхтовку войсковцев. Дарыши для уделу усуместным. Так, так и к специальным в учении, у батальон были призваны 100 военнослужащих запасу с Могилевской области. По традиции, звернуться с пытаниями до представников улады, же хоры в области смогут у субботу 17 червяня. У Могилеве и Бобруйску и во всех райвыконкам Могилевшины так само пройдут промые телефонные линии. Так, с 9 до 12 годин у Могилевским облывыконками промоют телефонную линию, проведе керавник с правами Рыгор Воронин. Коли у вас есть пытания по контролю за выконанием документов типа работе со своротами грамадян и юридичных особ, телефонуйте. Нумер у Могилеве 50 18 69. У Могилевским гарвыконками ваше телефонование буде примать наместник старшини Сергей Дядович. А у Бобруйска у той же час промоют телефонную линию, проведе Игор Кисель. Наместник старшини Бобруйска Гарвыконкайма. До юбилея Могилева все научальные установы города рыхтуют свой особливый подарунок областному центру. От малюнков могилевских славутостей до интерактивных экскурсий. У святушный рух включились навод самые маленькие. О дошкольном центре развития номер один вы решили створить виртуальный музей с мини-фильмами. Моя воспитательница Наталья Евгеньевна мне рассказала, что скоро нашему городу исполняется 750 лет. Я удивилась, что у нашего города есть день рождения. И я решила узнать, каким наш город был раньше, чем знаменит и как люди будут отмечать его день рождения. Я решила провести исследование. Маленькая Арына любит гулять по городу. Для своего мини-фильма она не просто наведала знакомиты могилевской мясциной и зарабила селфи, а побач с любимыми персонажами. Разом с батьками она выучала историю города, отрымауся виды рассказ от первой особы. Это только частка великого инновационного проекта региональных виртуальных музеев, у яким дошкольный центр развития детяти номер один берет удел с 2016 года. Дети становятся журналистами и удельниками фильмов и рассказывают про то, что бачат. В нашем учреждении будет создан виртуальный музей, куда войдут и электронные презентации о родном городе по различным блокам, о родной природе, об истории и культуре родного края, о людях, прославивших на край. Также мы с детьми создавали видеофильмы по блокам, прежде всего о нашем родном детском саде, о любимом городе, о дружбе народов всех стран. Гэтые мини-фильмы теперь планують показать у инших садках, а ясше про Могилеву доведаются малые Санкт-Петербургского детячего садка. Детки отправили посылку с белорусскими садками и сувенирами, книгами и маленками про Могилеву. Татьяна Сергеевич, Кристина Кранкевич, Виталь Аляксейнка, Новины региона. 18 районов Могилевской области за прошлые месяцы объехали живописные работы Ларисы Журавович. Арт-проект про творчость, любовь и самую звычайную глубинку. Майя – поспех. У Осиповичах на этом тыдне открылась выстава под назвой «Подорожжа у реальность». Белорусская вёска и ежихары, быт и природа. Белынинская масташка малюет селянскую прихожость. Добрый день, уважанные сябры. По Осиповицким районным историкам и разноучим музеям у Рачиста открылась выстава Ларисы Журавович. Ее картина про белорусскую вёску. Для тех, кто любит селянский быт, шаную працу на земле, исподяется, что реальность, такая знакомая с детинства, не зникнет усим. Сама я тоже из деревенской семьи. Родители приехали из деревни Журавовича. Поэтому мне вся эта работа знакома. И пульба копает, да? И сено сушить, и коров пастить. Арт-проект, присвеченный глыбинцем, народился, коли масташка с книги «Водгука» удоведовалась. Ее картины бачит на выставах найбошь джихары городов да туристы. А хотелось, чтобы на их поглядели ты, про кого я написаляся – сельские працовники. Это золотой фонд нашего села, и поэтому, конечно, мы должны помнить и не забывать этих людей, и, конечно, свою малую родину, которая нас к этому призвала любить, ценить ее и помнить о ней. И не здарма гости на открытии убачили и иншую символику в выставе. Я наладился в год 125 год джезненорожения Максима Бадановича, и мне подалось, что дух Максима, его любовь да родимы, да и чины присутствует в творах Ларисы Викторовны. Али разом с духовным складником одна из самых популярных картин на Осиповицкой выставе, несумненно, натюрморт сало. Это то, что необходимо, так же, как дом, семья, родина, хлеб, молоко и, наверное, сало. Теперь, коли завершается творчая вандрука Масташки по Махилевской области, а Осиповицкий – 18-й сельский район, где працует, я ей выстава, можно сказать, что мэта-арт-проекту досягнута, и глядачы засталися уражены. Нашей самобытностью, реальностью жизни мы отходим от этого, но все равно к ней возвращаемся, особенно сейчас в наших музеях, потому что все-таки история, она остается в душах. 15-го червеня у Махилеви у Музея этнографии открыться выниковая выстава проекта Ларисы Журавович и апасля у столицы. Илона Иванова, Юра Уласцу, новины региона. За пошними новинами вы можете познайомиться на нашем сайте tvrmogilio.byu. А на этом я с вами развітуюсь. Дякую вам за увагу и до се встрече у эфире. Субтитры подогнал «Симон»